В редакцию медиахолдинга «Вечерний Магадан» обратились жители многоквартирного дома по адресу улица Колымская, дом 7, корпус 1. Этот дом обслуживается управляющей компанией «Реу-7». Жильцы, дождавшись нашу съемочную группу, предметно на месте указали на ряд раздражающих их проблем. Вот смотрите, вход в этот подъезд. Это сейчас летом, еще люди кое-как заходят. А зимой здесь вот эта сломана, вот видите, сломана плита. Уже сейчас вода стоит, упадет снег, это люди уже будут. Здесь каток будет, да? Это будет гололед. Уже видите, это вот вход в подъезд. Вот смотрите, в каком состоянии вот дом. Это вот видите, плесень уже в квартиры проходит. Он под подоконниками. Это ужасно просто. Да вот здесь вот оно видно. Дом сдан в 97-м году. 24 года ни разу не билили, не делали. Это же текущий ремонт. Это все можно было сделать. И тем более, такие деньги снимают каждый месяц. Вот здесь 60 квартир, представьте, а с каждой квартиры где-то в среднем 1800 рублей. Жители многоквартирной пятиэтажки вынуждены сами и за свой счет подметать и мыть полы в подъезде, косить траву на газонах у дома и даже изготавливать ступени ко входу в подъезд. Вот это вот крыльца не было. Это вот крыльцо я сам привез материал. Вот представьте, видите, кусок лежит бетонного блока. Вот люди ходили, заходили по нему. Я только купил квартиру. Смотрю, ну как так можно заходить? Она холодная с ноября месяцев 20-го года. Мы в ноябре месяце подали заявку аварийную, что в подъезде холодно. Мы зимой вынуждены открывать двери мост-квартиры или складовки, чтобы тепло хоть пошло в подъезд. Потому что ведь, сами понимаете, на улице мороз, двери хоть и прикладывайте, но все равно детей у нас приезжают, внуки бывают, не выпустишь дубак. Вот эта батарея, вот они, прошла зима, вот, я улетел в январе месяце на материн, приехал вот уже в июне месяце, Сергей сказал, так, никто не появился, ничего не сделал. И вот сейчас, где уже зима, батарея холодная. По словам другого жильца этого дома, даже после многочисленных жалоб во всей инстанции, вплоть до приемной президента, качества работ, выполненных управляющей компанией, никакое. Я здесь живу с 2003 года, вот, проживаю. Мы еле-еле упросили РЭУ-7, я не знаю, они так быстро сделали здесь у нас ремонт, вот, покрасили, побелили, потому что у меня сосед, Резниченко Александр, вот, он с 48-й квартиры, он забросал бумагами, чтобы сделали хотя бы ремонт. Потому что до этого, тут простые катакомбы были, до выборов в этом году, до выборов, за два дня до выбора, они приехали, просто намазали фасад, просто помазали. Прямо вот были большие пятна, плесень шла снаружи, они ее просто закидали, даже не счищали. Жители дома, с их слов, годами не могут встретиться с руководителем РЭУ-7, так как в приемной управляющей компании им отвечает, он очень занятой человек. А пока руководитель управляющей компании занят, жильцы сами моют полы, очищают подходы к подъезду от снега, косят траву у дома и исправно за это платят. Просто на дом посмотришь, весь обшарпанный, это издевательство какое-то.